Добрый день, у меня один вопрос, я могу говорить по-английски, могу говорить по-русски, еще по-латыжски могу говорить, но, да, какой язык вам будет лучше, английский или русский, есть ли кто-то, is there anybody who does not understand Russian? Да, окей, all Russian speaking, good, будем говорить по-русски, да, перед тем, как начать, у меня два объявления, одно объявление я поместил вот сюда, значит, пожалуйста, у нас надо оживить Twitter, да, и, пожалуйста, очень активно постите все свои соображения, хорошие и нехорошие, и не забывайте только приписать хэштег. Второе объявление, это сейчас 8 часов вечера, компания Accenture будет разыгрывать iPad, и один счастливчик получит iPad, все, что нужно сделать, это прийти на стенд Accenture, заполнить анкету, заполнить анкету, там, по-моему, 4 вопроса, там, два из них это имя и фамилия, да, вот, и у вас есть возможность выиграть iPad, я видел этот iPad, он настоящий, да, без, без, вот, мне самому не разрешили заполнить, потому что я с компанией Accenture, поэтому выбор, значит, стенд, да, стенд компании Accenture остался на таможне, его не пропустили у нас, вот, поэтому у нас очень маленький стенд, он должен был быть большой стенд, стенд, но у нас очень маленький стенд, он находится в углу, вот, если, вот, посмотри туда, и, вот, в самый край, угол туда, нет, налево, налево, и там вы увидите стенд компании Accenture, будет большая плазма, крутить рекламу, и там будет несколько растяжек, пожалуйста, оставьте анкеты, и там будет ваш, я в это верю. Итак, давайте начнем, да, я представлюсь, меня зовут Антон Кранга, я из Лиги, и я вот уже 15 лет программирую на этом замечательном языке Java, и в компании Accenture я руковожу отделом разработки на Java, но, между тем, последние лет 5, ну, примерно 5, да, то есть я занимаюсь клаудами, это все, что связано с клаудами, это моя специальность, и активно популяризируя внутри корпорации все технологические тренды и мувменты, движения, связанные с этой технологией, да, одна из них, кстати, девопс, вот, единственное, что после того, как девопс перестал быть хипстерским управлением, да, я перестал говорить, что я девопсник, потому что мне хочется все еще стереться с хипстерами, да, и поэтому я говорю о full-stack-девелоперах. Между тем, то, что мы делаем в Accenture, мы работаем, мы разрабатываем продукт, называется Accenture Cloud Platform, который направлен на очень большие корпорации, но наш отдел, то, что мы делаем в Леге, мы занимаемся горизонтом 2, горизонтом 3 инновации, то есть это берется самые свежие технологии и смотрится, можем, достаточно ли эти технологии хорошие, чтобы мы могли из этого изличить какую-то выгоду для наших клиентов с прицелом 2-3 года. После того, как докер едва замаячил на гитхабе, вот мы на него сразу начали очень внимательно смотреть и, в общем-то, копить опыт нашей работы именно с докером, и сегодня я хотел бы поделиться этим. Итак, докер для джава. Честно скажу, если сравнить докер и джава, и докер, и кучу других языков, то вот в кучу других языков докера больше, чем джава. Почему? Потому что в джаве есть достаточно такая древняя традиция, достаточно хорошая традиция, хороший туринг, который докер заменить не может, и я думаю, что никогда не сможет. Но, тем не менее, я связываю направление как раз-таки докер и микросервисы именно с джавой. Почему? Потому что микросервисы нужны корпорациям. Если сейчас они еще там покупают WebLogic, но это время заканчивается, и то спустя какое-то время им понадобятся микросервисы на джаве. И единственный способ как их парковать, который приняло сообщество программистов, является докер. И давайте начнем с этого. Значит, сначала с мотивацией. Извините, это речь немножко больше DevOps, чем DevOps, но между тем я постараюсь больше ориентироваться на девелопер, хотя наибольшая выгода именно от использования докера – это именно вообще-то админом, Ops, честно скажу. Но, если мы посмотрим на традицию писания кода на джава, то есть одно правило – Ops comes first. Соответственно, не важно, что мы пишем, у админов админ главнее. Поэтому мы кучу различных вещей вписываем в наш код для того, чтобы админам было легче оперировать нашими наработками. Итак, начнем с девелопера. Девелопер хочет создать приложение вперед для этого. Всем любимый Spring Boot, я надеюсь, всем любимый. И назовем его Chuck Norris Application. Chuck Norris – это у нашей команды в Oxygen это талисман с древней историей, поэтому я не могу ничего взять другого, кроме Chuck Norris. Итак, девелопер начинает писать приложение, и потом он его что делает? Он его компилирует в джар-файл. Правильно? Вот. И после этого отдает его админу. Ну, во всяком случае, вот так все время приходило потом. А потом уходит. Он радостно всю работу сделал, ушел. Админ, что делает? Он его деплоит. И он его деплоит куда-то, вот, может в облако, в какой-то центр. Но во всяком случае, вот, предположим, что админ его деплоит на какую-то виртуальную машину. И деплоит разваливается. Почему? Потому что на той сервере уже куча всего надеплоено, и есть и другие джава-приложения, и часть из них вообще-то каким-то образом конфликтует. Вот, допустим, используют другую версию джава, или используют OpenJTK, или еще что-то. Вот. Может быть, используют какие-то настройки компилятора хитрые, и все разваливается. Вот. Если только у меня была такая проблема, тогда, вот, ну, я смотрю, некоторые улыбаются. Может, похоже, у кого-то тоже были похожие штуки, да? Первая проблема, которая возникает, что девелопер, он радостный, ушел. Он свою работу сделал, все. Отдал джар-файл и ушел, все. А админ потом с этим вот мучается, и реально не понимает вообще, как это пофиксить, да? Значит, что мы попытаемся сделать? Мы попытаемся, в общем-то, привнести докер. Значит, один вопрос. Кто вообще работал с докером? О, супер. Кто работал с докером на клиентском проекте для клиента реального? Отлично, отлично. Есть, есть, есть коллега. Итак, ну, не буду объяснять, что такое докер, тогда всем понятно, но, тем не менее, одна вещь хочу просто напомнить, да? То есть, да, 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 я поэтому быстро объясню, да? Значит, начнем с виртуальных машин. Да, значит, у виртуальных машин начинается все с хайпервайзера, и хайпервайзер, он занимается провизженингом виртуальной машины. Это некого сервера, да, у которого дается операционная система, и все. Затем, затем, есть возможность установить туда какие-то приложения, или же в случае докера мы устанавливаем поверх операционной системы движок докера, который позволяет, на самом деле, нарезать эту виртуальную машину на кучу маленьких контейнеров. Наиболее близкий аналог этого, это в Солярисе были такие зоны. Ну, почему были, они все еще есть. Вот, а в чем? И докер работает, на самом деле, очень похожим образом. То есть, он использует несколько технологий, которые встроены в современное ядро Linux, это Control Groups, LXC, Linux Lightweight Containers, и еще несколько технологий. То есть, в случае RedHat, допустим, он использует SE Linux, достаточно активное и так далее. Но, тем не менее, что важно, это то, что, когда мы делаем контейнер, изоляция между процессами, между файлами и так далее, она присутствует. Но, допустим, одни и те же процессы начинают бороться за процессорное время, за память, потому что там нет изоляции. Ну, в новой версии докера можно поставить эту изоляцию, но, в принципе, это не имеет смысла. То есть, иными словами, представим, что если у нас есть, у нас 4 виртуальных ядра на нашем виртуальной машине, мы хотим поставить, мы запускаем какой-то процесс, допустим, контейнером SQL, который отъедает у нас пол ядра, пол виртуального ядра. Значит, в этом случае для всех остальных контейнеров остается 3,5. В случае с виртуальными машинами они работают по-другому. Они сразу выбирают квоту процессора этого времени общего у гипервайзера, вот его аллоцируют, и с ней работают. То же самое с памятью. Отрезают 8 гигабайтов память, или сколько нужно виртуальной машине для работы, и дальше работают. В случае с контейнерами в своей инстанции по умолчанию нет никакой изоляции, и, соответственно, одни и те же контейнеры начинают воевать за ресурсы. Плюс этого такое, что мы можем положить больше контейнеров, чем виртуальных машин одновременно, потому что не все контейнеры одновременно используют все ресурсы сельфа. Вторая вещь, которая интересна, это контейнеры. контейнеры поднимаются за секунду или быстрее, потому что контейнер состоит на самом деле из двух вещей. Есть имидж, и есть сам контейнер в запущенном состоянии. Что такое имидж? Это на самом деле имидж нормальный. Образ вот этого контейнера, сохраненный на диске. Но когда мы запускаем контейнер, мы, в отличие от виртуальных машин, мы не копируем образ на то место, где у нас развернется виртуальная машина. То есть мы не копируем, не происходит никакой операции копирования, и поэтому, когда я хочу поднять новый контейнер, он поднимается за секунду. Но я плачу тем, что контейнер, он эфемерен. То есть, да, если я внутри контейнера взял, записал что-то в файл, потом контейнер умер по какой-то причине, ну, они периодически умирают, то этот файл потеряется. Второе ограничение существенных контейнеров – это то, что контейнер может запускать только один процесс. Процесс с ID 1. Да, то есть и после того, как этот процесс, основной процесс, который контейнер спускается, завершается, контейнер умирает. Это существенное ограничение, которое, с одной стороны, это и плюс, и минус одновременно у контейнеров. Чуть попозже об этом поговорим. Но, что для нас достаточно важно, это то, что контейнеры в случае докера есть некий файл, который называется докер-файл, и это некий манифест, в котором мы описываем, вот что это за имидж, какое его состояние будет. И этот имидж является неким, ну, вот этот докер-файл является неким нашим контрактом разработчиков с админами. И разработчик, он является ответственным за то, что внутри вот этого докер-файла, а админ является ответственным за то, чтобы его запустить, и он корректно работал. То есть, здесь, получается, опять же, говорю, что девелоперская задача – это разрабатывать и докер-файлы тоже. Самый простой докер-файл будет выглядеть у нас примерно вот так. То есть, у меня есть приложение, которое называется Chuck Norris. Вот, сокращенно, я заимствовал от Эдика Сизова, который делает сток в Волке, шнор, что переводится Chuck Norris, сокращенно. То есть, в некоторых местах моей презентации будет слово шнор, это Chuck Norris. Итак, каждый имидж, который мы создаем, мы можем создать из какого-то другого имиджа. Это матрешка. То есть, есть исходный имидж, на основе которого мы потом делаем свой имидж. Потом мы присваиваем тег, потом кто-то еще на основе нашего имиджа может создать еще один имидж и так далее до бесконечности. Есть один имидж, который зарезервировано на основу, называется Scrunch. Это имидж пустой. Он обычно никогда не используется, потому что этот имидж используется чаще всего для контейнеров, которые не содержат операционную систему. Там, допустим, есть такое понятие, как Data-Only Containers. Но сегодня мы не будем говорить о Data-Only Containers, потому что мне хочется больше поговорить о кубинетисе, чем именно непосредственно о докере. И поэтому по докеру пойдем немножко быстрее. Итак, здесь я начинаю создавать докер-контейнер из контейнера, который называется Java и GTK. По дефолту он возьмет GTK 8 из провайдера OpenGDK. Дальше операция копирования копирует из моего жесткого диска внутрь образа файла, экспозит порт. То есть я говорю о том, что этот контейнер внутри будет, он слушает порт 8080. Какой этот порт будет снаружи, это уже зависит от админа, как он его настроит. То есть админ настраивает маппинг между портом на хосте, но внутри контейнера я, как программист, я считаю, что я слушаю порт 8080. Вот этот порт, на самом деле, когда админ его увидит, он будет понимать, что его надо маппить. Порт, это является тоже своего образа контрактом. Вторым контрактом являются environment variables, то есть переменные окружения, которые мы используем для более детальной настройки контейнеров. И entry point, когда контейнер запущется, то entry point это означает вот тот процесс, о котором я говорил, процесс с первым ID, то вот это то, что это называется entry point, то есть это команда, некая java-jar, и тот аппликейшн, который я туда закопировал, он запустится. Соответственно, контейнер умрет, когда по какой-то причине эта команда завершится. Понятно? Хорошо. Как же это все работает? Что меняется у нас, да? Так, у нас есть опять наш программист, который берет код из некого, назовем это гита, гит, и он берет не только код, но еще и докер-файл, потому что мы считаем, что докер-файл должен развиваться одновременно с нашим исходным кодом. Как только мы написали новую фишку внутри кода, если мы ее дописываем и в докере, чтобы развитие шло именно параллельно. и после того, как он это сделал, он берет код, компетирует, запускает у нее тесты, если они пройдены, получается джар-файл. Очень похожий образ, да? Затем он запускает команду докер-билд, и который на самом деле, вот после компиляции, видите, у нас получился вот этот файл, шнор, он, соответственно, при запуске докер-билд команды получится контейнер. После того, как контейнер сделался, этот образ этого контейнера, мы должны как-то распространить между другими разработчиками, между админами, между другими участниками проекта. Правильный способ этого делать, это использовать докер-регистри. Докер-регистри – это некий сервер, на котором хранятся имиджеры. Это не то же самое, что Nexus, к которому мы все привыкли. Я бы сравнил нечто среднее между Nexus и GitHub, но между тем, после того, как образ и дело, мы можем его запушить в регистри, не дать ему тег, обычно дается тег, как некий там build number или еще что-то такое, потому что докер, он по умолчанию поддерживает версионность. И я даже скажу больше, что докер благодаря своему механизму может дать разницу по файлам между двумя контейнерами. То есть, какие файлы там отличаются. Это, кстати, помогает, когда докер там случайно умирает на продакшене, почему-то только на продакшене. И есть способ, когда мы заходим на продаж, делаем слепок контейнера, который запущен, то есть делаем его snapshot, забираем его обратно, делаем div и смотрим, какие же файлы изменились между тем имиджем, который был и теми файлами и тем состоянием контейнера, который запущен в полнопродаже. Ну ладно, возвращаемся обратно. После этого приходит админ, делая, и который будет запускать это все на своих виртуальных машинах, подключается на ту виртуальную машину и с нее делает докер пул. И все. И после того, как он это сделал, он запускает докер run, который, соответственно, и деплоит наш замечательный микросервис на тот сервер. Этот подход гораздо более лучше. Почему? Потому что теперь я, как разработчик, после того, как я скомпилировал код, я сделал контейнер, а внутри контейнера находится операционная система, находится, да, я могу запустить, один контейнер может работать, допустим, на дебиане, второй контейнер может работать на центосе. Они оба могут лежать на одном сервере и нормально работать. Да, то есть, и на самом деле здесь практически стопроцентная гарантия, что если же я могу запустить этот контейнер здесь, то, скорее всего, он запустится и на том сервере. Единственное, есть несколько разниц, небольшая разница, это то, что нужно внимательно следить, чтобы докер-версия была одинаковая у всех участников проекта. Потому что есть большая разница между допустим докером 1.6 и 1.7 и из-за этого и чаще всего если докер работает на мае-компьютере, на дипломе не работает, чаще всего проблема находится из-за того, что там другая версия докера. Итак, что важно помнить именно про докер? Первое, докер это не ВМ, это не одно и то же. Первое, что я пытался сделать, я честно пытался это сделать с первой три месяца. Я пытался из докера сделать ВМ, я пытался сделать так, чтобы можно запускать несколько процессов, то есть чтобы запустить нормальный выплуджик, вам нужно несколько процессов. Я пытался настроить SSH, потому что мне нравилось пользоваться, хотелось пользоваться докером как виртуальной машиной. И это все, я часто скажу, бесполезно. Докер устроен, спроектирован таким образом, что если вы его хотите хакнуть, хотите поменять и так далее без проблем, все дает вам, но он просто сделает вашу жизнь ужасной. Поэтому в принципе, если вы начинаете работать с докером и вы понимаете, что очень-очень неудобно, скорее всего делать что-то не так. И первое, что нужно сделать, нужно прекратить его думать, что это виртуальная машина. Нет, это не одно и то же. И когда мы работаем с докером, мы начинаем думать как можно меньше. Вот микросервис это идеальный эскиз для докера, но это не единственное. Вторая вещь, которая характерна именно для докера, это отказ от аппликейшн-терверов по факту. Потому что аппликейшн-тервер он задуман для того, чтобы запускать несколько приложений. В случае с докером мы запускаем одно приложение, один контейнер. В этом случае аппликейшн-тервер нам в принципе не нужен. Несмотря на то, что есть такие замечательные контейнеры, как там кат, джетти, то в принципе мы отказались от их использования, просто в пользу ванилы джавы запускать и запускать джава-процессы просто как executable jr-файл и где возможно там кат или джетти является частью приложения. Вот и все. Вторая вещь, которая очень нужно помнить, это докер содержит эфемерный диск. Соответственно все файлы, которые там сохранятся он будет вместе с контейнером. Контейнеры сделаны так, что они легко их легко создать, но они часто умирают. То есть одна из таких кроигольных вещей это логи. Как собирать логи? Логи мы не пишем в контейнер. Потому что если контейнер кратчется, то поскольку он кратчется вместе со своим диском, то мы никогда не узнаем причину. Нормальная практика это является логи писать в std out или в std error которые потом через докер стриминг докер лог стриминг драйвер дальше посылаются на коллектор логов типа log стэша, где их можно посмотреть, потом пробрут, побросить и так далее. И там тогда можно понять, почему же контейнеры умирают. Это существенно. Очень часто мне приходится перенастраивать вот эту вещь. Потому что есть некие приложения, которые написаны было какое-то время назад, но логин напишет файл. И поэтому приходится через различные способы их перенаправлять в std в std variables надо использовать для того, чтобы именно дать админу понять, какие настройки приложение ваше принимает. И тогда при запуске контейнера админ будет выставлять environment variables именно специфичные для этого environment где-то спускается. За одним исключением пароли не надо выставлять, потому что у докера есть одна проблема. Это как бы сказать, абстракшн лик, то есть такая информация как пароль и так далее очень легко могут утечь вместе с контейнером. Есть такой более модный термин secret management и пароли и сертификаты и прочую информацию надо менеджить немножко по-другому. Я потом расскажу, как это менеджится в Kubernetes. Это один из достаточно популярных паттернов, но не единственный. И пожалуйста, пожалуйста, инсталируйте правый докер регистри. Поскольку контейнеры, особенно если мы говорим о Java, то они занимают примерно мегабайтов 400-500, потому что Java runtime, JDK изменится на большая. Соответственно, чем ближе находятся докер регистри к вашим серверам, в идеале должны быть в одной и той же сетке сети, тогда скорость работы контейнера будет соответствующей. Второй момент, который мы заметили, что те системы, которые не используются правил вики-режистри, спустя какое-то время склонны к тому, чтобы запускать одно и то же приложение разных версий. потому что как-то получается, допустим, у меня есть контейнер A версии там, допустим, версии 1. Я его запускаю на 3 реплики. Значит, поскольку я использую публичный докер-режистри, который достаточно медленный, для того, чтобы обновить мне версию, это, ну, чтобы просто скачать, это будет занимать 30 минут, допустим, да. Ну, корпоративные сети иногда бывают медленными и скачать там 1 гигабайт трафика может заниматься 30 минут. Так вот, когда я запускаю процесс апдейт, я скачиваю версию 2, вот уже 30 минут идет, я скачал, и за это время происходит еще одно изменение. И оно начинает, вот как бы, оно обычно не накладывается, оно идет в очередь, да. То есть я обновил одну реплику на версию A, а вторую реплику я обновляю уже на версию B. И в этом случае вот мой процесс вот полномерного вот Blue Green Деплоймента получается, что результат получается две разные версии. Самый легкий способ, как это, от этого уйти, это как раз-таки использовать правил гей-регистри, который в той же сети находится. Одна из вещей, которые, пожалуйста, запомните, это безопасность. Есть вещь, которая набирает популярность, это CIS, CIS, русская транскрипцина. Это база данных для безопасности. Там собраны все лучшие практики по безопасности и также собираются способы, как автоматизировать security scan для докер-контейнеров и не только для докер-контейнеров, для докер-хостов и так далее. И очень важно заапплайить метрики по безопасности как можно раньше, потому что если вы это не сделали сначала, то потом будет гораздо сложнее, потому что забытая безопасность, а потом мы начинаем делать автоматизацию всего, это очень большой техникал-депп на уровне инфраструктуры, который потом через, после того, как ваши сервисы готовы, пофиксить будет очень-очень сложным. Итак, кубернетис. кубернетис, значит, зачем он нужен? Как только мы запускаем докер, вот, представьте, вот у нас опять старая картинка, вот есть хипервайзер, у нас есть две виртуальные машины, потом у нас контейнер-энджин, и потом у нас какие-то контейнеры запускаются. Первое, что все люди говорят, они начинают запускать докер, им там нравится, но на второй день они начинают уже его ненавидеть, потому что простые задачи непонятно, как решать. Вот, абсолютно такая задача. Вот, допустим, я запускаю MySQL, давайте, у меня вот есть один тамкат, вот один контейнер мой микросерверс, а второй MySQL база данных. Значит, я могу его запустить на этом же самом хосте, а могу его запустить на разных хоста. это зависит от того, насколько одна виртуальная машина забита и так далее. Вопрос, с какого у него IP-адреса будет, по какому IP-адресу мне он строит дата-сорс для моего контейнера. Вот, хотя бы вот с самой примитивной задачей. Внутри, на самом деле, если мы сделали порт-маппинг, ну, если мы сделаем маппинг, тогда полукохоз можно сделать, но в принципе обычно нет, кстати. Я немножко попозже расскажу, так там вот чаще всего это обходится, но второй вариант еще хуже. Представьте, у нас вот есть MySQL. Я как говорил, MySQL эфемерный, поэтому, что часто делают к MySQL подмаунчивает жесткий диск, ну, какую-то или директорию, или подмаунчивает Cloud Storage, какой-то там, допустим, если в случае Amazon EBS Volume, или же есть такой Data Only Container, другой Docker Container, который только, ну, который содержит только файл. И потом я тогда, вот поскольку у меня данные отдельно, сервис отдельный, я могу сервис удалять, поднимать, апгрейдить, даунгрейдить, а данные пользователя остаются. Так вот, в чем проблема? Представьте, вот, я на одном хосте нахожусь, просто, вот у меня контейнер и файл находится, да, вот, MySQL контейнер умирает, потому что на сервере закончилось, ну, свободное пространство, допустим, память закончилась, да, его мы заскедулим на другой сервер, данные-то остались, да, то есть, вот, простая операция, вот, как вот мне перетащить данные, вот, обратно, вот, потому что они должны путешествовать вместе с контейнером, вот, это на самом деле большая проблема, которая заставляет, ну, достаточно усиленно думать, и такие вещи, они реально отвлекают от решения достаточно важных проблем, которые мы программисты обычно решаем, да, и, но между тем, вот, подобные вещи мы должны продумывать. кубернетис это одна из платформ, не единственная платформа, но одна из платформ, которая частично вот похожие вот проблемы берет на себя, да, и в частности они решают проблемы нетворкинга, они дают API для того, чтобы выполнять проблемы со сториджем, у них есть API для работы с секрет, с сертификатами, паролями, прочими секретами, которые мы не хотим никому заглашать, и так далее, там, как restart policy и прочие вещи, которые нам обычно нужны. как устроен кубернетис, да, значит, у кубернетиса есть кубернетис мастер и дальше слейвер, которые сейчас называются, ну, когда они назывались минионами, сейчас они называются нодами. Значит, в кубернетис мастере находится основная вещь это etcd, которая нам очень важна, это кластер контроллер. Там хранится это там хранится база данных всех контейнеров, где они находятся, на каком хосте, какие порты, там вся информация хранится. Это как бы configuration management база данных. Дальше находится API сервер, потому что можно взаимодействовать с кубернетисом и там скидулить новые контейнеры или удалять старые, там делаются различные операции. После этого есть replication контроллер, то есть я могу запустить один контейнер в нескольких репликах, допустим, если у меня два нода, я хочу запустить MySQL в трех репликах, чтобы они потом сделаны, допустим, красивый MariaDB кластер, тогда replication контроллер будет решать, на какой ноде скидулить дверь реплики на какую одну. Ну и, конечно же, скидулить, который будет это все дело запускать. На ноде находится такая вещь, которую мы называем кубернет. Кубернет – это, опять же, некий API, с которыми мастер говорит с нодой. И ключевое понятие, я бы сказал, это под. под это такой основной элемент в кубернетисе, с которым мы, как программисты, взаимодействуем. Это я могу предефинировать. Но очень часто мне не нужен один контейнер, мне нужно несколько контейнеров, которые каким-то образом между собой связаны. Допустим, вот я говорю, может быть, я делаю MariaDB кластер, у меня могут быть связаны как раз-таки три контейнера или больше. Или может быть связана у меня мастер-слейв архитектура, поэтому я одним подом могу раскидывать мастер и слейв и дальше их связать достаточно прозрачно один с другим. Под описывает, каким образом я связываю несколько контейнеров между собой, которые логическим образом между собой должны быть связаны. Подов может быть много и еще один интересный момент это C-Advisor. То есть Кубинетис собирает различные метрики, там CPU юзачи, memory юзачи и так далее, и которые потом складывают в базу данных графана, которые опциональны, но в принципе в последних версиях Кубинетис она всегда включена. И отсюда вы также сможете сделать какой-то интерфейс или просто зайти и посмотреть какой у использования жесткого диска и остальных элементов. Итак, если мы переведем немножко в другой вид, то есть физически аналогически, тогда у нас получается так, что Итак, начнем с подов. То есть есть такое понятие как под, то есть под это как я говорил, там находится связанный контейнер между собой. То есть один контейнер это один докерфайл, но опять же два или три докерфайла могут быть, мы их как бы описываем в одном под файл. Дальше мы создаем replication контроллер, в котором мы указываем по сути дела сколько сколько реплик нам нужно сделать. и потом кабинетис будет решать сам где и как их запускать. Дальше если мы хотим сделать так, чтобы нашим подом кто-то мог другой пользоваться, а не только внутри нашего пода, тогда мы можем поставить прокси, который в случае с кабинетисом называется сервис. Это просто прокси. и вот этому прокси я могу прописать допустим IP-адрес, могу прописать еще какие-то вещи, и IP-адрес я могу прописать любой, и поскольку губернетис использует flannel как такой abstraction layer для сети, то просто-напросто я могу продефинировать любой IP-адрес, и все остальные контейнеры вы сразу увидите, которые находятся в том же нейспейсе кубернетиса. И также я делаю портмаппинг. Опционально, если я хочу выставить совсем наружу, чтобы туда могли заходить, тогда я использую load balancer. Можно использовать внутренний load balancer, но мне в последнее время понравилось использовать elastic load balancer, в случае, если я запускаю на Амазоне, там есть достаточно хорошие интерфейсы, и кубернетис тогда сразу, если я прописываю, говорю, я хочу load balancer, он его сразу создаст. Как это будет выглядеть здесь? Что такое под? Что такое сервис? Это YAML файл. значит начнем с replication контроля. Здесь я описываю первое, что я описываю вот это под, я говорю о том, что я запускаю один докереметж, такой-то версии, и говорю о том, что вот у него под 80-80, который, на котором вкруется мой Spring Boot application, будет доступен, я ему даю метку, что это HTTP, ZTB. Затем я говорю о том, что replication контроля я хочу в трех репликах запустить, и дальше Kubernetes его запускает. После того, как я хочу его сделать доступным для других контейнеров за пределами моего пода, или же для пользователей, чтобы они могли зайти, я тогда создаю сервис, это еще один YAML файл, который называется сервис, и здесь я могу прописать ему well-known IP, это опциональный параметр, если вы его не прописываете, тогда он не будет доступен, а связь тогда произойдет через переменное окружение, environment variables. Все сервисы, которые вы декларируете в одном Kubernetes кластере, они для всех контейнеров, которые запущены внутри Kubernetes, будут доступны как через environment variables, то есть там обычно берется название сервиса, то есть в этом случае Chuck Norris, и потом Chuck Norris адрес, и он вернет в environment variables, он вернет IP адрес, который Kubernetes засаймел, который внутренний виртуальный сети самого Kubernetes. И что интересно, что и сервис, и под, они связаны между собой достаточно достаточно так лозли каплет, то есть через метки. Я просто оставляю метки, это некий тегер, по которым я ассоциирую различные ресурсы, и все. Эти теги, они могут быть абсолютно любые, в любую комбинацию, это просто комбинация key и value. Все. Все. что нужно помнить про Kubernetes, это то, что есть такое планете, Dint, Docker Inside Docker, часто используется для того, что когда мы хотим вызвать, ну допустим, внутри Kubernetes сделать возможность создавать новые Docker имиджи. Значит, это можно сделать. Dint это многие считают антипаттерном. Иногда это невозможно это избежать, но Docker, контейнер, если вы запускаете Docker внутри Docker, он тогда обращается к определенным элементам памяти, которые закрыты по соображению безопасности. И для этого нужно запускать контейнер в так называемом privileged mode и в Kubernetes она отключена по умолчанию. Если вы деплоите в Google контейнер сервис, тогда privileged mode вообще невозможно включить. Это сделано потому, что если же вы запускаете хотя бы один контейнер в privileged mode, тогда вы получаете root access на весь Kubernetes. Вы можете делать что угодно, вы можете форкать процессы, вы можете красть контейнеры, вы можете делать абсолютно все, у вас неограниченные права. И поэтому запускать любые контейнеры в privileged mode лучше не надо. Если же это неизбегаемо, тогда пожалуйста отделяйте где у вас production или около production instance кубернетиса, там не должно быть ни одного privileged контейнера, а запускаете тогда privileged контейнер в другом кубернетисе, который просто изолирован на уровне кластера. Иначе если кто-то приберется внутрь контейнера, что иногда случается, допустим запушив какой-то имидж, уже в которой содержит вредоносный код, получается root access на весь кластер. И я смотрю у нас время уже истекает и я думаю что continuous deployment мы сегодня не успеем это забрать и хочу очень жаль потому что это очень интересная тема и я надеюсь мы успеем в Киеве забрать поэтому приезжайте в Киев. У нас кстати планируется workshop именно такой hands-on то есть здесь мы планируем больше такой теоретический ток а в Киеве мы планируем именно такой hands-on с оси пожалуйста вопросы да вопрос вот большие enterprise компании пока не любят докеры какие аргументы вы используете для того чтобы убедить конечного кастомера таки пойти в докеры а не в виртуализацию или не дай бог физические сервера хороший вопрос да то есть мы сейчас готовимся к продакшн релизу для паблик теоретического большого правительства реализации которая ушла на блогер послушав нас и мы убеждены что это правильное решение но аргументы на самом деле грамотный архитектор просто грамотный архитектор который может разработать архитектуру которая будет использовать по максимуму докеру проблема у докера именно в том что он заставляет вообще переделать серверсютеры полностью на всех уровнях потому что как говорил весь этот нетворкинг сторидж секьюрити все по-другому и что мы сделали мы разработали архитектуру просто с нуля которую чисто под докер под конкретной технологией под конкретный стэк и его использовали в чем проблема это в том что сейчас половина кремниеводолина делает что-то с докером и поэтому очень многие технологии которые появятся они там завтра умрут и каждый четверг возникает новая революционная технология использующая докер которая все остальное обращается в пепл мы видим что все клиенты не только корпорации они очень ревностно относятся к тому что происходит в докере и предпочитают подождать но между тем некоторые клиенты хотят попробовать и в основном это связано вот вот такой вопрос вот насколько долгого у вашего клиента IT стратегия если она там на 2 на 3 на 5 лет тогда докер точно не подойдет а если же клиент говорит давайте так мы вот вот у нас максимум на год а потом дальше видно будет пойдет хорошо не пойдет ну то есть если у нас нет речи о прототипировании каком-то то докер как раз здесь будет хорош если как бы мы говорим о long-term проекте тогда наверное докер пойти не стоит или какая ваша рекомендация я здесь согласен потому что сам докер он никуда не уйдет он уже сел точно будет кубернетис ну скорее всего никуда не умрет еще через лет 5 его будут использовать и достаточно хорошо но те клиенты которые на уровне админства то есть оперейшнс использует agile метода тем больше нравится докер потому что они хотят получить вот ну докер позволяет делать достаточно легкий деплоймент достаточно частый деплоймент и относительно безопасный да и если это то что хочет клиент делать тогда они на это пойдут но чаще всего такие клиенты у них очень короткий жизненный цикл планирования эти стратегии согласно какой-то системе и так далее я не говорю о прототипах это может быть достаточно серьезное намерение но если клиент готов экспериментировать потому что они хотят видят как основной источник развития это скорость внедрения инноваций а не стабильность работы что одно другое не исключает на самом деле но ну да спасибо по поводу стенки контракта доп.файла разработчик пишет внутри оперейшенцы работают как бы снаружи этого файла и вопрос который возник про то как допустим устраивать IP адрес базы данных и так далее вот как менять для разработчика что для меня поменяется теперь допустим есть система которая использует что я должен писать там до source файла чтобы какой бы то объяснить мне базы данных как решать эти проблемы я так не понимаю да вот оставляю это дело на варшоп значит как я обычно делаю то есть значит во время запуска контейнера я вот вот этот конфигурационный файл где у меня data source там еще какие-то вещи я его делаю как темплейт и первая команда которая вот при запуске контейнера происходит я этот темплейт рендерю из состояния вот environment ну environment variables оттуда я узнаю какой IP адрес вот будет на момент старта контейнера отрендерил и запустил приложение больше времени нет будем заканчивать вот я там буду вот возле кофе булочек там не знаю если булочки будут тогда пожалуйста спрашивайте вопросы вот там спасибо аплодисменты